Я расскажу, в общем, о каких-то простых вещах, но интересных. Значит, я буду говорить о том, на самом деле, как собирать данные, потому что визуализировать их классно, но вопрос, куда их брать. Потому что есть открытые данные, есть, как бы, информация, которую нужно где-то собирать. Вот об этом, собственно, я расскажу. Собственно, начну с проблемы вообще, почему мы начали делать этот проект, потому что мы подумали об этом, что есть проблемы. Например, люди, которые живут в городе, там активные граждане, то есть они могут задуматься над тем, как, собственно, они могут быть воронтерами, если у них есть, например, свободное время, да, два часа, и как им, как нам саму причинить допрос здесь, сейчас. То есть вот, например, во всей свободной времени, как сделать это быстро, да, там, пойти вон, все, как организация тяжело, там, звонить в кому-то, то есть, ну, то есть, все это расстояние, все сильно влияет, все на больших городах, да. И, естественно, вот вежный вопрос, как приезжать с помощью быстрее, то есть это о том, как граждане вообще в городе, ну, в принципе, вообще не важно где, как они могут, собственно, найти тех, кто им поможет. Есть же, да, действительно, всякие центры оказания помощи, это, как их называем условно, да, это всякие организации, это скорая помощь, там, полиция и так далее, есть некоммерческая организация, есть сообщественная организация, но их достаточно мало по тому количеству людей, которые существуют, да, и вопрос, есть ли у всех этих организаций ресурс для того, чтобы сделать, оказать помощь быстро, когда она нужна здесь, сейчас. И решение для нас было достаточно интуитивно понятным и простым, и это, в принципе, такое слово «каутсорсинг», которые вы все знаете, наверное, да, и привычно всегда для пользователей. Каутсорсинг, по сути, когда мы используем ресурсы друг друга, да, и ресурсы толпы в разных направлениях, там, премия, какие-то еще возможности и так далее. И, таким образом, у нас возникла идея GovBot – это челекрам-бот для активно-гражданной организации. Значит, он решает четыре задачи. Первая – это найти помощь быстрее тем людям, которым она нужна. Это Uber для волонтеров, это, не знаю, мне кажется, такое простое сравнение. То есть, вот как… Вы знаете, как работает Uber, да? То есть, водитель, например, у которой есть машина, он может включиться, активный режим, ему будут поступать запросы от людей, кому нужно отвезти, да, потом он может работать. Потом, если ему, например, хочется там пообедать или перестать, он просто включает активный режим и все. То то же самое. То есть, вы, как волонтеры, можете включать активный режим и видеть запрос с помощью других людей и помогать тогда, как у вас есть время. Третий – это инструмент для сбора важных данных, собственно, поэтому и здесь. Хотим просто вам сказать, что, в принципе, с помощью нашего инструмента вы можете собирать данные, и вы можете узнать, что вообще происходит рядом с вами, где это все происходит и когда. То есть, вот, три таких пункта важных. И у нас такая есть единица ценностей в проекте – это, ну, мы так назвали, запрос помощи. На самом деле, это может быть все, что угодно. Просто некая информация, привязанная к геолокации, и туда еще можно добавлять медиа. Это может быть фото, видео, звуковые сообщения. То есть, это все в Телеграме, если вы пользуетесь, ну, там достаточно всего угодно. Так как наш проект, в принципе, можно пользоваться вообще в любой точке мира, где есть интернет и работает Телеграм, а работает он не везде, да, мы разделили наши все темные запросы на несколько категорий, их шесть, да, это протали, животные, помощники, инцидентам, зиму, экологии. То есть, такие широкие темы, ну, чтобы было просто понятно, когда вы волонтеры можете, например, там, отметиться и получать запрос только по одной теме. И когда вы включаете режим волонтер, вы можете смотреть чужие запросы помощи и выбрать, кого вы можете помочь. И самое главное, собственно, почему, опять же, здесь и карты, это потому что все эти запросы вы можете потом скачать. Вы можете скачать все запросы, которые вам доступны в какой-то локации, в CSV-файл, и вы не заберете. Картинки как-то выглядят. На самом деле, вот, Телеграм, по сути, это интерфейс чат-бота, то есть, есть два режима, режим волонтера, есть режим не нужна помощь. И, по сути, когда вы входите в режим волонтера, вы видите, вот, запросы о помощи и кнопочка там есть скачать. То есть, вот, галочки, это значит, что вы подписаны на вот эти вот тематики. То есть, если люди пишут запросы помощи вот в эти темы, вы будете получать уведомление. Ну, так как сейчас мало запросов, пока там есть 8 штук, и, по идее, вы можете это скачать. Это будет просто вот такая таблица, ну, кстати, как правило, допустим, да, и потом визуализировать на карте. В общем, это кажется все очень смешно и просто, но, значит, в чем огромный плюс? Во-первых, потому что это может вообще… Вы можете за один момент, ну там, по сути, собрать информацию вообще во всем мире о чем-то. Ну, условно, если есть пользователь, конечно, для этого. Вы можете сделать это, ну, очень быстро с помощью, как бы… То есть, людям, которые будут писать вопрос с помощью или сообщать о том, что что-то происходит где-то, для них не надо скачивать ни мобильное приложение, ни заходить куда-то еще, да, они просто используют Телеграм, привычный мессенджер, что это все очень удобно и быстро. Вот. Второй раздел «Мне нужна помощь» — это когда, например, кто-то пишет «Вот, у меня пропал собака, пожалуйста, найдите» и так далее. То есть, по сути, это просто геолокация, сообщение там и какое-то медиа еще. Но в том числе это, то есть, сбор информации. То есть, вы можете проходить по району, например, да, и пофоткать какие-то места незаконных парковок или посмотреть объявления, где часто висят там пропал собак, как кошка или человек, допустим, да, и вам цветут бот, и там, например, люди смогут быстрее по ночам. Опять же, это все можно скачать. То есть, вы можете скачивать как первый вариант и все, что вам доступно как волонтер, а второй вариант — когда вы сами, как активист, например, ходите, что-то фоткаете, то есть, вы собираете данные, пришли домой, даже не пришли домой просто с помощью телефона, скачали этот файлик, и уже вы можете использовать его для того, чтобы визуализировать. То есть, это все достаточно просто. Вот так это выглядит с другой стороны. То есть, есть мои запросы, да, и если я, например, хожу на что-то фотку и там покомментирую, например, там закон парковки, потом я это все собираю, и потом опять же могу скачать и визуализировать. Еще нюанс хотел сказать о том, что помимо этих шести тем, есть еще так называемая секретная не публичная тема. Это значит, что, например, если вы организация или вообще в любом случае, не знаю там как это, при каких-то других случаях вы можете создать свои собственные секретные темы, и они будут доступны только вам, и тем внизу, у кого вы сообщите собственное слово какое-то. Я думаю, что я хочу, чтобы вы сделали. Если у вас есть Telegram, сканируйте, пожалуйста. И, собственно, вы перейдете в бот сейчас. Ну, давайте, давайте, давайте. Просто чтобы… Если у вас iPhone, просто найдите камеры. Если Android… То нужно приложение. То… Нужно приложение. Либо просто вы можете в Telegram вбить GoLocalBot. Просто GoLocalBot вбить в поиски, и тогда вы… У кого есть общая с командами? Ладно, я дальше не ставлю, ладно? Окей. Получилось сасканировать, у кого есть iPhone? Да. Супер. Точно там девушка сейчас сасканирует. А ссылочки нет никого? Ну… У кого получилось войти вот в чат? В чат вот отлично, супер. Смотрите, теперь вам нужно прописаться на эти секретные D, как это сделать. Короче, там вот где… Антон, помоги мне. Мне нужна помощь наобновать? Да, мне нужна помощь. Надо зайти в режим «Мне нужна помощь». Это кнопочка верхняя, меню справа вверху, да? Меню нужна помощь. Ну, если вы войдете, вы видите там два режима. Режим волонтера и меню нужна помощь. Входите в режим «Мне нужна помощь». Вот, и теперь просто надо ввести вот это вот «ничего не делает, другого не нажимая», просто введите ими так «3107». Да, т.е. тег, кнопочкой выбирать кто надо, и секретный тег будет именно так, если вы выбираете… И вот это вот слово, которое вы нажимаете, как вы отправите сообщение. И, в общем, вам будет написано, что вы подписались на этот тег, и потом вы можете отправить какое-то сообщение, можете написать, например, какое у вас свое настроение или какие-то дела или еще что-нибудь. Ну, вы все равно не увидите результат, потому что я сейчас не буду показывать, потому что времени мало. То есть я просто могу потом выслать и показать, что вы сделали. То есть это все очень быстро. На самом деле этот инструмент можно использовать, да, там, не знаю, при проведении мероприятий. Допустим, вот я как спикер, да, могу дать вам какой-нибудь тег, а вы будете задавать вопросы. Я, например, могу свой телефон просто читать. То есть возможностей очень много. В общем, просто, что я хотел сказать. То есть еще раз, это инструмент для того, чтобы вы смогли собирать данные для того потом, чтобы визуализировать их на карте. И так как это привычная среда для многих пользователей, это Telegram, мы надеемся, ну, как бы мы находимся в стадии протестирования, мы надеемся, что это будет, как бы, полезно. Единственный минус, как мне кажется, что некоммерческие организации и общественные организации, они, как бы, Телеграм-Тенизу в основном вот так. Но мне кажется, что есть в этом функция. Тем более, что, как бы, просто активные граждане это здорово. То есть глобальная вообще теория в том, как мне кажется, если будут работать, что, не буду называться блокчейн, но, как бы, да, мне хочется отойти от того, чтобы, например, существовать какие-то узлы, возможности, и чтобы распределить их больше по ресурсам людей. И, наверное, так как у нас много больших городов, нас действительно много, мы можем помогать друг другу очень быстро. И вот, собственно, выводом была идея. Все. Я успел просто, я специально отдался 10 минут. Есть какие-то вопросы? Ну, я уже рассказывал вам, как я вытворил. Нет? Как мы будем продвигать? Сейчас, на самом деле, первая стадия… Сейчас отлично. В первой стадии мы просто связываемся с организациями, которые, например, занимаются одной из других тематик, и предлагаем моему поюзу просто наш инструмент вскратно посмотреть, как они будут это использовать. И второй вопрос. Как вы планируете решать проблему того, что она достаточно… Да, но понятно, что в достаточно быстром времени она станет очень хаотичной и слегка привлекавшись. Модерация, естественно, будет в этом смысле, но… Нет, я не только в этом, но… В чем? Сейчас попробую объяснить. Ну, немножко долго объяснить, я не хочу время тогда занимать, если хотите. Ну, нет, 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 просто это словно все. Не только… Может быть, не только модерация. Просто в какой-то момент есть риск, что будет, во-первых, слишком много сообщений, которые просто будут мешать, да, некоторые из этих сообщений могут вообще присылаться ботами, в том числе, да, если у вас, к примеру, в теме будет какая-то достаточно актуальная, горячая, кому-то сильно не нравящаяся тема, да, то есть, соответственно, скорее всего, после этого упадет волна ботов, тоже со своими запросами. Ну, и так далее. Хочешь ответить? Да, и так далее. Если можно. Ну, смотрите, есть способы работы помимо модерации, да, то есть, на самом деле, все эти таблицы, все эти базы, мне, как бы, всего этого доступны, и отсечь, просто заблокировать. Это очень сложно. Я просто заблокирую, и этот человек не сможет, мне ничего, мне, как бы, не сможет. То есть, я правильно понимаю, что у вас есть один нескольких человек, которые будут заниматься модерацией всего этого? И хватит ли его? Потому что даже очень много будет потом в какой-то моменте. Ну, смотрите, то есть, как бы, тут речь идет, как бы, о нескольких модерациях, если это прошло, да, то есть, есть, грубо говоря, те пользователи, которые, там, раз пришли, если они прислали фотографию, там, чего-то неприличного, там, и слова, да, мы написали, то мы их заблокировали, условно говоря, и больше они к нам не придут. И мы просто задалили их из списка. А если это, как бы, целенаправленные атаки, ну, есть тоже способы, есть черные списки, есть оперативная работа с этим, есть волонтеры, которые будут заниматься, собственно, отсеиванием таких вредителей на второе, на третье. В общем, я вас призываю, давайте попробуем что-нибудь там посоздавать, в общем, если будет время, вы нам лучше поможете, и вообще какая-то полезная еще штука такая. А я реально потом решил, что, если вы что-то поделали, записали, какие-то вещи отправили, я просто завязываю. Хорошо, идеально. Спасибо большое, Алеша. Спасибо большое. Спасибо большое.